Есть такое островное государство называется Англия или Великобритания по-другому и вот во время правления Елизаветы второй как раз вот этому правлению принадлежит вот эта вот монетка с изображением дракона 1 фунт как бы у нас назревающий год как раз собирается быть годом деревянного дракона и поэтому вспомнилось мне что во времена Елизаветы второй жил был английский детский писатель Дональд Биссет он был не только писателем но и художниками киноактерами театральным режиссером Биссет начал свою артистическую карьеру 22 года играл в королевском шекспировском театре в 1953 году Биссет был приглашен на канал BBC где и начал вести детские передачи и вот перу этого старательного хорошего детского писателя и принадлежит сказка дракон и волшебник который я бы хотел озвучить к предстоящему году дракона и так Дональд Биссет сказка дракон и волшебник была на свете огненная гора и в этой горе жил волшебник волшебника звали Фудзи Сан ему очень нравилось жить на этой горе здесь уютно и тепло говорил каждый раз ставя на вершину горы чайник когда чайник кипел окрестные жители видели как из горы идет пар и говорили смотрите Фудзи Сан опять чай пить собрался и вот однажды когда Фудзи Сан уселся на вершину горы и посмотрел вниз он увидел что к нему в гости идет маленький дракон не как Эндрю подумал он наверное идет чай пить Эндрю звали драконы живши со своей бабушкой в пещере у подножия горы и надо вам сказать что бабушка дракона была самой симпатичной из всех драконовых бабушек больше всего на свете она любила выпить чашечку чаю но она была уже слишком старая и не могла сама подняться на гору вот Эндрю и надумал сходить к волшебнику за чашкой чая для бабушки но чем выше он сбирался на гору тем горячее становилось под ногами наконец стало так горячо что дальше идти он просто не смог пришлось ему спуститься обратно в долину там он наломал толстых веток и сделал себе ходули шесть ходули для каждой ноги по ходуле потом опять полез на гору на этот раз он не почувствовал горячей земли под ногами и довольно быстро добался добрался до вершины волшебник угостил его чаем с а Эндрю рассказал фудзи сану про свою бабушку и про то какие хочется выпить горячего чая я с удовольствием дам ей чашку чая сказал фудзи сан но ведь он оценит пока ты доверишься до пещеры а вместо чашки чаю он дал эндрю большой чайник очень милый маленький зеленый чайничек для заварки две чашки и чай вот держи сказал он теперь можешь готовить чай когда тебе только вздумается большое большое спасибо сказал эндрю бабушка будет просто счастлива и он уже собрался уходить да вспомнил что им не начнем кипятить воду для чая так возьми огня из моей горы предложил волшебник боюсь я все не донесу сказал эндрю у меня ведь все ноги заняты чашками и чайниками волшебник на минуту задумался и потом сказал ладно сотворю чудо закрой глаза вдохни и считай до десяти эндрю выполнил все то есть все в точности теперь выдохни сказал волшебник эндрю выдохнул что было мочи из его пасти вырвался огонь он чуть не закачивался но в общем это ему понравилось теперь я настоящий дракон обрадовался он настоящий огнетущий дракон спасибо фудзи сан он попрощался и пошел домой в свою пещеру тут он налил в чайник воды вдохнул на него огнем и чайник в два счета скипел эндрю заварил чай и отнес бабушки чашку чаю спасибо эндрю сказала она я очень люблю чай и так до сегодняшнего дня как только драконы кончают извергать огонь в сказках они идут домой и кипятят чай для своих бабушек и он там и у и и и